Ребята, привет! Так случилось, что сегодня я играю на чужом поле В рубрике грузовики и автобусы авторевью А все потому, что пару дней поездил вот на этом автомобиле Это УАЗ Карго Машинка, которая в модельном ряду Ульяновского автомобильного завода Стоит аккурат между пикапом на базе Патриот И всем хорошо известным головастиком УАЗ 3303 С технической точки зрения, это УАЗ Патриот Здесь такая же схема трансмиссии Это подключаемый полный привод с демультипликатором И рамная конструкция кузова Отличий два Прежде всего, на Карго ставится только бензиновый двигатель семейства ZMZ409 Дизеля не предусмотрено А раздаточная коробка управляется классическим двухходовым рычагом Система питания на этом автомобиле Я сейчас подбираю приличные слова С двумя топливными баками И, прости господи, эжекционной системой перекачки В неформальных беседах с заводчанами мы много раз обсуждали этот вопрос И сходились во мнении, что от этого военного рудимента Заводу давным-давно пора избавляться Но ввоз и ныне там Остается лишь надеяться, что на машине следующего поколения Будет нормальный топливный бак без всякой перекачки И еще один неприятный момент Сколько раз завод рапортовал о том, что на предприятии наконец-то введена в действие Импортная покрасочная линия Ну вот она Ржавчина на новом автомобиле Сколько можно? Паспортная грузоподъемность этого автомобиля 725 килограмм Но понятное дело, что наши умельцы будут грузить всегда больше тонны Кузов здесь почти на метр длиннее, чем у ульяновского пикапа И всего на 30 сантиметров короче, чем у старого головастика Если говорить о вместимости и рассуждать на уровне логистов То в этот кузов помещаются три стандартные европалеты Но лично меня больше радует тот факт Что на этом автомобиле можно увезти взрослый квадроцикл На обычном пикапе не получится С внутренней эстетикой у Cargo, на мой взгляд, все в порядке С качеством материалов Ну, в общем-то тоже Сидение имеет, ну, достаточную регулировку по длине Руль, кстати, тоже регулируется Здесь есть кондиционер, есть музыка Кстати, с Bluetooth интерфейсом Но вот социальный фактор заводчане не учли Понимаете, какая штука? Водители-экспедиторы живут в своих машинах То есть это не просто рабочее место Это еще некое гнездо, которое должно быть уютным Вот на передней панели мне бы хотелось иметь Какую-то горизонтальную полочку для планшета, навигатора Либо какую-то прищепку для документов Запас по высоте огромен И в углах, ну, я бы сделал какие-то полки Между сидениями огромное пространство И сюда просится бокс для какой-то мелочевки Для документов, причем с замком Потому что люди возят не только финансовую документацию Но иногда и деньги А тут же, черт подери, даже куртку повесить не на что Но понятное дело, что наши люди все делают На колхозе и приляпают Но хочется, чтобы и завод тоже думал об этом Главное отличие этой машины От старого ульяновского головастика в том Что на карго можно смело отправляться в дальнобой По комфорту небо и земля Эта машина очень прилично разгоняется Адекватно тормозит Здесь, кстати, есть АБС И вполне сносно управляется Чустительность, конечно, низкая Но для такого автомобиля это вполне оправдано Особое удовольствие За рулем такой машины Получаешь, когда съезжаешь с асфальта В какую-нибудь весеннюю мартовскую грязь В перемешку со снегом Но иногда УАЗа вышибает раздаточную коробку Болезнь осталась Попробуем еще раз Полный привод Полный привод и демультипликатор О, включилось Тяги на пониженном ряду Вагон С геометрической проходимостью У карго тоже все в порядке И знаете, если не ставить перед собой задачу Целенаправленно засадить автомобиль То складывается впечатление, что проехать можно везде Поймал себя на мысли Что для смены обстановки С удовольствием поработал бы на таком автомобиле Водителем-экспедитором Ну, в каком-нибудь простоквапе Чтобы ранние побудки Куры, петухи Деревенский самогончик Ну и повозить грузы Согласен вообще не выезжать на асфальт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!